я уже сбилась со счету какой-то заход чтобы вам рассказать сегодня как какой-то сегодня не знаю свет гаснет я сказал что у меня лампочек нет все вообще погас свет я зажгла тут свечи может немножко посветлее будет очень как как-то сегодня это что-то как то ли в атмосфере то ли еще где-то я хочу сказать родителям ведь это травмирует психику детей когда на одном конкурсе они лауреаты первой степени а на другом они могут быть даже участниками то есть это седьмое место у нас идет три лауреата для дипломанта и потом диплом за участие то есть когда ребенок но не показался даже вот на титул дипломанта 3 степени как объяснить ребенку как объяснить преподавателю значит получается что преподаватель вообще не состоялся как преподаватель есть в ребенку вообще вообще вот так вот низко оценили как родителям объяснить ребенку они все прекрасно понимают у меня по линии внучки 8 лет ансамбль с которым они выступали я на канале выложила их выступление я бы им дала смело лауреата третьей степени у них были ошибки но это было очень достойное выступление достойно не дали не дали но надо как-то их закалять надо что-то как-то вот делать дети должны уметь проигрывать и детям нужно конечно их нужно успокаивать нужно еще думать на какой конкурс пойти пойти или не пойти вы тоже должны в этом отношении быть мудрыми а то у нас получается на все конкурсы уходим а то что допустим заявленное жюри вы обращаете внимание на жюри но вы должны не в этом отношении ходить на этот конкурс пойдем там лояльное жюри там хорошие жюри а этой картины большая польза на дырку все не закрывает типа мы знаем эту тетю мы знаем этого дядю не вы должны быть готовы вы просто должны быть готовы в первую очередь готовы душевно морально смело я еще раз еще раз утверждаю вы мне сейчас хоть закидайте кисными яблоками там помидорами там еще чем там яйцами кидаю мне все равно я просто уверена что если ребенок сцены боится если он не может вот понимаете понимая что там на него жюри смотрит там зритель еще что то что и он будет испытывать на сцене дискомфорт ну зачем его на эти конкурсы водить ну пусть он выступает сначала перед родственниками устраивайте в детских садах устраивайте в школах выступления устраивайте чтобы он нарабатывал вот эту практику концертную практику выступлений потом пожалуйста на конкурс но ведь мы же хотим все и сразу родители милые ведь вы травмируете детей потом дети ладно школу пропускают утром не свет ни заря встали прически делаете ребенок не доспал ребенок значит весь никакой вы на целый день с работы сто процентов отпрашиваетесь потому что конкурс это все это стресс это сумасшедший стресс для всех абсолютно на работе опять конкурс опять вы значит там отпрашиваться хотите там вы либо счет отпуска берете либо вы без содержания берете я не знаю что вы там делаете но это целый день это вылет это целый день это не рабочий день но вы немножечко взвешиваете все вот эти моменты готовы терпеть вот такие вот понимаете я даже не знаю это не фиаско дети вообще никогда не проигрывают вот в моем вот понимании дети выигрывают всегда я всегда говорю если вы вышли на сцену вы уже выиграли но ведь я же тоже в жюри я наблюдаю все время зачем ребенок этот вышел на сцену зачем родители преподаватели его делегировали на этот конкурс за чем не понимаю то есть ребенок боится всего он не готов он он не артист они должны быть уже маленькими артистами они уже не нужен никакой антураж ничего не надо вот этих вавилонов я об этом рассказывала тысячу раз но он должен выйти и спеть спокойно совершенно спеть без всяких без без всего мне дети студенты народного отделения часть из них ездили на студенческую весну на финал в казань приехали сказали ну как ребят съездили как хорошо да нормально съездили наталья викторовна конкуренция была очень большая то есть не народного сольного отделения студенты а те которые учатся на отделении но еще параллельно уже преподают и вот студенческом в одном из клубов руководит вокальным ансамблем одна замечательная девушка а вот и такая конкуренция вантали вектора но вы же что но мы счастливы что мы съездили все это посмотрели все на что обращали внимание там все она поделилась она когда вы знаете в авторской песни кто за кто гран-при получил дали гран-при в авторской песни молодому человеку студенту он написал эту песню почему на английском языке песня очень хорошая пришел вышел просто с гитары спел ему дали гран-при от души спел хорошую песню написал еще ему дали гран-при никаких вавилонов ничего вышел спел получил ушел вот так понимаете а порой мы наворачиваем 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 всего этого и дети бедные уже выходя на сцену они уже выжатая замученные замылены они уже не могут им уже конкурс не конкурс они уже побыстрее уже выйти на эту сцену смотрите читайте положение организация конкурса если регламент не если нет вообще регламента как вообще можно целый день там торчать с ребенком на конкурсе не понимая в какое время он выступит тем более такие маленькие дети ну как то нужно вам просеивать конкурсы нужно просеивать не жюри надо сеять а именно просто конкурсы нужно просеивать место время те задачи которые ставит этот конкурс обязательно выполнять требования по положению которые там прописаны это все очень важно все очень важно и воспитывайте детей тогда если вы хотите чтобы они вас выступали как можно чаще до конкурсы конечно подтягивают они все это но мой вам совет начните с простых концертов не конкурсных они совершенно по-разному выступают на концерте когда нет жюри когда они знают что от них не зависит оценка не только их а еще и преподаватели я не знаю что преподаватели говорят иногда дети пугаются просто дико если я там что-то ошибся все поэтому на концертах они раскрываются ну просто не чаще на концертах выступает когда это не будет оценка ставится жюри когда это будет зрительный зал оценку ставит а дарит аплодисментами ребенок будет с каждым разом в себе чувствовать уверенность вот эту у него появится сила отсутствие страха вся боязнь уйдет и потом выйдет на конкурсе победит мой вам совет мой вам совет потому что будьте готовы ко всему к любому к любому исходу на любом конкурсе и оспаривать вы не сможете не сможете оспаривать вот настаивать на авторском праве да настаивайте отстаивайте свою точку зрения и возвращаясь к тому с чего мы начали с вопроса который задала ирина для меня это просто вот ни в какие рамки эти вещи нельзя допускать если вы приготовили с ребенком эту песню вы с ним ее учили причем даже если ребенок вот еще момент какой будьте тоже внимательны это тоже неправильно и вам могут претензии пределить могут а в частности к преподавателю нет ребенку не к родителю а к преподавателю ребенок занимался у вас с ним выучили вы ушли от него уже не вы пришли в другую школу преподаватель другой школе задает вам вопрос а какие-то песни знаешь какие-то песни учил там то-то-то-то-то вот ему вот эту песню вот с этой песни на конкурсе были оспойте мой как-то замечательно пошел замечательно проходит там полгода допустим вы ее повспоминали там туда-сюда да ребенок спел и вы ее эту пито ребенка с этой песней выставляете уже от своей школы как от от своего класса и заявляетесь преподавателем нельзя это недопустимо недопустимо я как преподаватель я бы подошла и сказала почему вы собственно говоря с песни которую я с этим ребенком учила вы с ним заявляетесь на конкурс вы пожалуйста учитесь свою песню то есть берите с ноля готовьте ребенка и с гордо поднятой головой заявляете его на конкурс а почему то что я готовила то что я с ребенком вы ненчила выстрадала эту песню с ним вместе болели мы с ним вместе за эту песню сколько раз а вы сейчас берете готовы и в своих так сказать целях используйте нет нет нельзя и родители здесь должны как бы быть повнимательны чтобы не было вот таких процессов если преподаватель новый преподаватель с песни которую готовил с вами другой педагог собирается выставлять ребенка на конкурс вы пожалуйста скажите ему скажите вы знаете эту песню мы разучивали складе ванной мы не можем с этой песни на конкурс эти это не этично это неправильно либо тогда выходите и заявляете там в графе пола этом заявочки преподаватель вот пусть там стоит клави ванна а не мария семенна которая сейчас преподает но мария семена же этого же не допустит она же должна сама так сказать подтверждать свою квалификацию но так тогда и готовьте сами занимайтесь тогда сами занимайтесь репертуаром ищите его это все не так легко как кажется